Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте! Позвольте поздравить вас, дорогие братья и сестры, от лица братья Свято-Троицкой Александра Невской Лавры с Днем Памяти Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского. Сегодня за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 7, стихи с 14 по 24. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время оно, призвав Иисус весь народ, глаголуши им, послушайте меня все и разумейте, ничтоже есть в неуду человека входима вонь, ежи может осквернить Его, но исходящая от Него та суть сквернящая человека, ащи кто им от уши слышать и дослышит. Игда в недевдом от народа вопрошах у Его ученицы Его по притчи, и глагола им, так ли и вы неразумливисти, неразумеете ли я ко все, ежи из вне входимая в человека, не может осквернить Его, як они входят ему в сердце, но во чреву, и ахидроном исходит, истребляя вся брашна. Глаголуши же, як исходящая от человека, то осквернить человека, изнутрь его от сердца человеческого помышления зла исходят, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, татьбы, лихаимства, обиды, лукавствия, лесть, студодеяния, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Всясь я злой изнутри сходит, искверня человека, и оттуда восстав, иди в пределы Тирский и Сидонский. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче, он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться». Данное евангельское чтение открывает нам со слов Спасителя истину о подлинной скверне, делающей человека нечистым в глазах Бога. Господь утверждает, что не входящее извне, но то, что исходит от самого человека, оскверняет его. Апостолы восприняли эти слова как притчу и наедине спросили Христа, что она означает. Дело в том, что ветхозаветная религия иудеев имела важный аспект повседневной религиозной жизни, понятие чистого и нечистого. Так, в 11 главе книги Левит приведен длинный список нечистых животных, которых нельзя употреблять в пищу. Это и верблюд, и зайцы, и свинья, и страус, и другие, к которым было запрещено прикасаться, в том числе после их гибели. Но Господь произносит слова, которые могли показаться апостолам не иначе, как революционными. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Иными словами, Спаситель утверждал, что никакие либо вещи, ни еда, ни животные сами по себе не могут быть чистыми или нечистыми с точки зрения веры. Бог первоначально творит мир, и каждое творение Божие заканчивается словами «это хорошо». Но это хорошее разрушается человеком, когда через действия, которые исходят из сердца, нечистота греха проникает в мир и оскверняет его. Священномученик Григорий, епископ Шлиссимбургский, писал, «Отметь, что твое сердце есть ключ добра и зла в тебе, и что, следовательно, ты полный ответчик за все твое внутреннее нечистое. А если ты полный ответчик за свое сердце, то надо тебе быть полным хозяином его. То есть надо, чтобы сердце в твоих интересах было проводником только одного добра, но не зла и греха. Надо, чтобы и внешнее влияние, когда в них есть элемент греха, сердце пропускало через себя, как желудок пищу, не оскверняясь ими, а чтобы добро текло и сердце постоянной, широкой и свободной струей». Но что именно, дорогие братья и сестры, по словам Спасителя, делает человека нечистым? На первое место Господь ставит злые помыслы. Как отмечает святитель Феофан Затворник, закон один «Пришло злое помышление, отбрось и делу конец, не отбросишь в первую минуту, во вторую труднее будет, в третью еще труднее, а тут и не заметишь, как родится сочувствие, желание и решение, и средства явятся». Далее стоит любодеяние, это всевозможные грехи и пороки в сфере половой жизни. Прелюбодеяние, то есть супружеская неверность, убийство, затем кражи и лихаимства, как страсть человека к обладанию материальными вещами, владеющая сердцем человека, видящего счастье вышеуказанным, а не в Боге. Злоба – это способность находить удовольствие и радость в неудачах людей, желание причинить неприятности ближнему, проявление раздражительности и порочности. Коварство – греческое слово, употребленное здесь, происходит от слова со значением приманка, некий обман и хитрость, также зависть и гордость, которая есть восстание против Бога и безумство, нравственное помрачение ума. Все эти грехи, дорогие братья и сестры, Господь перечисляет не для того, чтобы мы высказывали некое пренебрежение им, но честно заглянули в свое сердце, дабы искоренить любую скверну. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Господи! Благослови, 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 Продолжение следует...